Зинаида Данилина – оптимист по жизни и душа компании, но в то же время строга и требовательна. Так о ней говорят члены её большой семьи. Три дочки, три внучки и десять правнуков – вот настоящее богатство именинницы. По словам её родных, их семья так крепка, благодаря воспитанию и принципам, которые были привиты Зинаидой Вячеславовной нескольким её поколениям. Она готова охватить всех своей любовью и заботой, и помочь, то есть советом. Она вот, несмотря на её возраст, она может дать современный совет. По-настоящему золотая дата – сто лет – исполнилась Зинаиде Данилиной. Стоит отметить, что в этом году в Краскове похвастать таким редким юбилеем может только пока она одна. В такой торжественный день в доме собрались все близкие, а также сотрудники различных СМИ, социальной защиты Люберецкого района. Глава и представители администрации городского поселения лично приехали поздравить именинницу. Знаю, Вячеславовна, это вам для быта, а это маленькое поздравительное письмо с вашим юбилеем. В этом доме – это самое важное событие для всей семьи. Это тоже нам сказали все родственники, все близкие, что вокруг Зинаиды Вячеславовны, как вокруг древа такого, как вокруг главного человека в семье, всё и крутится, всё вращается. Все приезжают, все отмечают. Это объединяющий и человек, и событие. Поэтому это большое событие и для семьи, и для Краскова. Работники социальной защиты Люберецкого района пожелали Зинаиде Вячеславовне крепкого здоровья и вручили письма от президента Российской Федерации, губернатора Подмосковья, а также министра социального развития Московской области. Тронуло то, что Зинаида Вячеславовна объясняет своё долголетие тем, что она всю жизнь работала, всю жизнь трудилась, и поэтому была в заботах о семье, и поэтому она является основой своей такой большой семьи. Единственное желание именинницы, которое осталось так и неисполненным в сотый день рождения, это встреча с Владимиром Путиным. Зинаида Вячеславовна надеется, что оно всё же сбудется. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.